Дорнада Энерджи! Дэмэдж! Дорнада Энкшен Икс и Т-92, премтанк 7 уровня Скорпион, новый эксклюзивный премтанк 6 уровня Объект 244 с 10 чертежей или 5 задач на Х5 опыта. Более подробно о пакете Твич Прайм можно ознакомиться на моем сайте neru.gg в описании или первом закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Хоба! Приветствую всех подписчики, новые зрители, вы на канале Нир Чебальна Нир Юсковича и это очередной выпуск кубрики под названием Игра с Головой. В той самой рубрике, в которой выхожу в рандомный бой в лайф-режиме, рассказываю о возможных ходах игры на том или ином танке, как следует играть на данной карте, а также о том, как я думаю и действую в зависимости от ситуации. Итак, сегодня у нас в гостях будет итальянский средний танк 10 уровня с уникальной механикой до зарядки, которая называется Progetto 65. Честно говоря, у меня уже был выпуск игры с головой на этом танке, но я решил его переделать, потому что Progetto 65 полностью изменился. Его в предыдущих обновлениях понерфили. Вот, отобрали ему самое, наверное, что ценное у него было, кроме имбовой брони, кроме хорошей точности, это досылатель. Из-за чего скорость перезарядки барабана у Progetto 65, она изменилась. Она ухудшилась и теперь составляет 44,6 секунды. Полная перезарядка барабана 44,6 секунды. Между прочим, это дольше, чем у Batchata, вот как-то так. А раньше у нас была быстрее, ну или такая же, как у Batchata. То есть около 39-37 секунд зависит от того, какое оборудование вы на него ставили. Сейчас даже с боновым вентилятором, даже с доппайком, даже с боевым братством и с инструкцией на вентилятор у вас первый снаряд в самом первом барабане заряжается 13,7 секунд. А последний снаряд в барабане заряжается 8,6 секунд. Чтобы вы понимали вообще в принципе сравнение, STB-1 на боновом оборудовании перезаряжается 5,2 секунды, при том, что у них альфа с Progetto одинаковая. То есть если Progetto 65 стрелет перестрелку с тем же самым STB-1, он будет ее по-любому почти проигрывать, потому что просто у вас перезарядка в полтора раза дольше, чем у STB-1. И во время одного вашего выстрела он вам дает сразу же 2. А если вы вдруг не заряжены, он вам дает 3 выстрела, пока вы заряжаетесь только один. Вот такие вот дела. Но это не значит, что Progetto 65 стал плохим, это не значит, что он стал прям говном неиграбельным. Все, кидаю, нужно обязательно его продавать. Нет, на самом деле не так. Давайте рассмотрим вообще в принципе еще характеристики пушки, потому что это не все, что понерфили Progetto 65. Также Progetto 65 еще понерфили вот что. Progetto 65 изменили точность. Раньше было у нас 0,33, стало 0,35. Раньше у нас время сведения было 2,1 секунда, стало 2,5 секунды. Но при этом у нас остались все те же самые параметры бронепробития. 268 мм бронепробития основным подкалиберным снарядом, 330 голода, 105 мм фугас, 360 альфа с выстрелом, 4 снаряда барабаней, перезарядка между ними 2,5 секунды. При этом еще при всем ко всему у вас время сведения синхронизируется вместе с временем перезарядки между выстрелами. Короче говоря, все в этом плане чики-пуки. Также у этого танка изменили стабилизацию, то есть ее тоже понерфили, из-за чего стабилизация Progetto ухудшилась. Но у Progetto все так же остается имбовая броня получше, чем у Bacchata, то есть VLD, бортины у нас реально жестко, не пробиваются. Плюс еще ко всему у вас хорошие углы вертикальной наводки, все такая же прочность, 1900 хп, подвижность точно такая же, 65 км в час вперед, 23 км в час назад, незаметность, наблюдение. Все это то же самое осталось, но есть одно но. Progetto 65, поскольку у него отобрали некоторые характеристики, у нас появилось кое-что новое, а именно оборудование 2.0. И поэтому для Progetto 65, для того, чтобы он кайфово игрался и немножечко изменить геймплей, этому танку нужно поставить турбонагнетатель в первый слот. То есть вы ставите турбонагнетатель в первый слот, ставите себе либо боновую, либо трофейную вентиляцию и стабилизацию, и тогда Progetto превращается в годную тачку. Давайте я вам сейчас покажу статистику на этом танке, у меня там 4 косаря среднего урона, играл я часто во взводе. Ну а мы сейчас отправляемся в бой в прямом эфире в лайв-режиме, буду показывать вам, каким же образом играется Progetto 65 в текущих реалиях рандома. Хочется сразу же сказать предварительно, что Progetto 65 это не говно, это не кактус, не играбельный, но это тачка, которая раздражала большое количество статистов. Ввиду того, что Progetto часто кемперил, и поскольку у него есть барабан, он был достаточно точным, он часто кемперил, наносил урон, потом приезжал, настреливал урон в упор за счет своего барабана. Прикол в том, что разработчики, пытаясь понерфить этот танк, не подняли его токсичность и кемперские особенности, то есть Progetto 65 сейчас стал жестким снайпером. Прям максимально, то есть Progetto 65 сейчас вообще никогда не увидишь в перестрелках лицом к лицу, разве что лишь под конец боя эта оса, эта вонючка, она вылезает и начинает во всех стрелять. Первый бой, попадаемый на карту Прохоровка, стандартный бой, поэтому, да, да расскажу, именно поэтому Progetto 65 считается танком, который разрывает жопы статистов. Вот, первый бой, Прохоровка, стандартный бой, сразу же анализируем сетап, нас интересует, какое количество легких танков есть в нашей команде и какие они, и какие во вражеской. У нас есть РХМ Панзерваген и ЕБР-105, это грамотный ЕБР-105 и Панзерваген, потому что они сразу же едут на аллею, по всей видимости смотрели мой гайд на карту Прохоровка, нужно обязательно сразу же на ЛТшке ехать на аллею, для того, чтобы отогнать вражеские легкие танки, которые вдруг могут встать в кусты в какой-нибудь квадрат там F1, F2 и настреливать урон. Мы этого не хотим, а значит нам обязательно нужно вырезать ЛТшек с этих позиций. Мы сюда приезжаем на вороге и сейчас будем стараться простреливать ЕБР-105, который будет выезжать и подсвечивать наших союзников. Окей, давайте попробуем это сделать. Точность у нас хоть и изменилась, разброс хоть у нас и изменился, но все равно... Ой-ой-ой, бабаха дала. Это ж как таким глупым можно быть, чтобы стоять между кустов так, чтобы тебя с центра карты засветили. Родненький! Дайте ему, пожалуйста, покушать говна от арты. F-чат. F-комменты. Первый выстрел есть. Скорость полета снаряда у нас по-прежнему офигенная. 1400 с чем-то метров в секунду. Голда у нас летит 1200 метров в секунду, что тоже немало. И будем стараться убивать этого ЕБР-105. Сейчас попробуем половить. Итогово. Давайте я буду рассказывать вообще в принципе, что из себя представляет Рога. Рога это чистокровный снайпер, который с турбонагнетателем может чувствовать себя как ЛТшка. Ставя турбонагнетатель на этот танк, вы превращаетесь в Т-100ЛТ, смесь с АМХ-13-105, Батчатом, Леопардом-1. То есть вот такая прям химера. Хоть куда. Вы максимально универсальный игрок, который может делать абсолютно все на карте. Быть подсосником, быть дамагером, быть фрагером. Быть абсолютно кем угодно. Но есть одно НО. Если враги часто светятся, вы не сможете настрелять большое количество урона. Просто банально. Потому что... Ну... Почему ты у меня в команде, брат? Ну, нет. Ну, почему мы лишились двух ЛТ? Как же грустно. Мне сейчас две ЛТшки сдохла в раз. Ладно. А ему надо было просто стоять в кустах на своем ЕБРе. Но всяк бывает в этой жизни, огорачение. Походу я не попал. О, у меня заслужило. О, четверо здесь. Надо убегать. Не хочу я получать выстрелы в лицо. Не хочу я получать выстрелы в четверки. А, они здесь уже прям всей толпой стоят. Короче, мужики. Кажется, это ГГ. У них здесь уже И4 стоит. И мне его не убить. Вот И4. Мне его не убить пока что здесь, с этих позиций. Там еще Ягуст. Буду убивать ЛТху. Отлично. ЕБР 105-го я навряд ли убью. У нас тут минус 2 уже. Наверное, я лучше перееду с этой позиции. Тут еще одна Яга. Я, наверное, дозаряжу. Еще один снаряд дозаряжаем. Выдаем 2 и убегаем теперь с этой позиции. Иначе нас тут, скорее всего, застрелят. Так. Сейчас используем наши, как раз таки, маневренные качества. А именно скорость. Которую мы приобрели за счет турбонагнетателя. И... Да, ой, отлично. Это здорово. Я не знаю, мне следует ли подсвечивать вообще, в принципе, вражеские танки или нет. Кататься. Но, наверное, пока я все же не буду этого делать. Возможно, это Семера сделает. Потому что нам тут реально жопа. Так, давай, заряжаем. Еще один шот. Этого убили. Это здорово. Блин, ну я могу остаться. Но я не уверен, что там получится мне отыграть. Блин, я хочу помочь своим союзникам, но это настолько сложно. Ну просто пипец. Не, надо убегать быстро. Так, его убили. Там две яги еще. И сто. Но мне здесь точно не получится сыграть нормально. Блин, я катаюсь по центру поля, я думаю, помогать, не помогать, я успею, не успею. Это все так на тоненького, честно говоря. Не получается продамажить. Я думаю, здесь уже лучше голду заряжать. Но поскольку у меня заряжен фулл барабан почти, я не буду все же голду пока заряжать. Так, у меня 60 ТП. Там и 7 стоит. Яга выезжает агрессивно. Поставили ее на каток. Отлично, забрали. Ягу. Сверху МХ-30, но здесь еще есть Е100. Навряд ли его, конечно, продамажу, но попробую чисто кинуть такой рандомный выстрел. Там кто светится? Ой, гриль. Гриль и ФВ-эха. Надо обязательно по ним покидать. По ФВ-хе не прокину. По грилю я не прокину. По ТВ-хе тоже, походу, я не прокину. И она летит вперед уже агрессивно. Просто в тупую. Раздал фулл барабан. И меня Яга в спину долбанула. Отлично, забрали. Так, теперь нужно заряжать полный барабан кумулятивов. И постараться каким-то образом выиграть верхний фланг. Если у меня это получится, это будет здорово. У них на самом-то деле СТ-шек уже мало, но у них где-то рога есть. По идее, если я попростреливаю этого Е-100, то здесь может быть что-нибудь и получится. Но это не точно. М-м-м, 62-ка наша сдохла. Этого я сбрил. Сейчас у меня арта пыль. И это бабаха была в спине. Я дал. Дал, дал, ушел, дал, дал, ушел. Бегаем отсюда. Не знаю, получится у меня, честно говоря, или нет. Но я попробую свалить. Эх, не успел я свалить. 4028 урона дал. Короче, карта зависит полностью, абсолютно от легких танков. У них легкие танки, они дожили до того момента, пока сдохнут наши легкие танки. И просто поехали, высветили у нас пачку ПТ. Я мог бы, наверное, поехать, остаться на аллее. Но, честно говоря, я не знал, какое количество там танков поедет, если бы там поехали не по одному, пацаны. Вот. А поехали бы одновременно, например, И-4, И-277 и какой-нибудь Як-Пан. Ну все, мы бы закончились. Они просто по одному ехали, и получалось их отстреливать. Давайте, поехали в следующий бой. 4 косаря урона я хоть и дал. Предыдущий бой. Что он показывал нам на Проджет 65? Он показал, что Проджетка может стрелять с дистанции. Да, пробития периодически не хватает, но я преимущественно стрелял как раз-таки подкалиберами. Можно заряжать было и кумулятивы. Я бы даже, конечно, порекомендовал в те моменты, когда вы видите, что у врагов там Е100 много, 277, И-4 и так далее и тому подобное, лучше заряжать кумулятивы, потому что их реально тяжело пробить. Только если вы к ним не будете заезжать в задницу. Еще, кстати говоря, есть маленькая проблема Проджета, но это, наверное, лично моя проблема субъективная. Это когда у тебя заряжено уже два снаряда, и ты понимаешь, что, блин, эти вот два снаряда это подкалиберы, и тебе нужно кумулятивы перезарядиться. Ты тупо не хочешь перезаряжаться, потому что знаешь, что это будет долго. Это будет долго, плюс 20 секунд, но, возможно, лучше потратить эти 20 секунд и перезарядить на кумулятивные снаряды, или, наоборот, с кумулятивных на подкалиберы и больше попробивать, больше нанести урона и пользу команде принести, чем стоять тупить с этими двумя снарядами и не знать, что делать. Ну, это мое субъективное мнение, не знаю, как вы считаете. На Проджета лучше всего, если вы можете, раздавать по одному, по два снаряда, не больше. Первые один-два снаряда вы выдаёте, а после этого уже смотрите, как обстоит ситуация на карте, что вообще, в принципе, происходит, можете ли вы выдать больше, можете ли вы ДПМить, или у вас не получится это сделать. И сейчас мы обязаны отдать выстрелы. Гриля здесь, потому что гриль... Он не такой опасный, но он в максимально, скажем так, безопасном для получения урона простреле от нас находился. И сейчас мы будем делать очень хитрую тему. Пока враги стоят под бункером, у нас есть возможность заехать к ним в спину и их расстрелять. А это нужно делать всегда, если у вас есть такая возможность. Потому что у вас здесь есть турбонагнетатель, который позволяет вам очень быстро перемещаться по карте. Вы превращаетесь, как я уже сказал, в ЛТ-шку, которая способна выливать безумно большое количество урона. Плюс у вас есть хороший обзор, плюс у вас есть барабан. Вот как так. Так что поехали разваливать в спину врагов. Не знаю, вот отсюда выезжать или подальше. Бабаху я пока не вижу. А вот увидел бабаху. Шот даю. Выраздал барабан фуловый. 2900 урона я уже дал. И казалось, 2900 урона. 2 минуты боя прошло. Но был бы я на каком-нибудь здесь ТВП, был бы я на каком-нибудь здесь Батчате, СТБ, Леопарде, я бы скорее всего больше урона бы настрелял. Он не успел среагировать. Так, да, заряжаем дальше фуловый свой барабан и будем обрываться уже, забирать артиллерию. Сразу хочется сказать, что на Проджета не ждите колоссальных цифр в плане нанесения урона. Это танк, который помогает. Это исключительно танк поддержки. Ни в коем случае. Это не демэж дилер. Ни в коем случае. Это не какой-то там танк разведки и так далее. Это исключительно снайпер, который помогает вашим союзникам, помогает вашей команде для того, чтобы вы победили. То есть вы помощник. Именно так вы должны играть. За спиной мы в крысюшку. Разваливаете врагов, даете им по лицу. А где арта-то? Ну, я так полагаю, что 430-ю сейчас будет тут перестреливаться с ним. Ой, он его таранит. Ну, дала два шота. 4300 урона. Второй бой за 4 минуты закончился. В принципе, я неплохо настрелял. Я, правда, не понял, где там артиллерия стояла, там сывы какие-то, рельеф какой-то или что-то. Почему я во рту не смог нормально пострелять? Но Проджета это исключительно танк поддержки, который боюет за спинами своих союзников. И лишь изредка может агрессивно играть. Как вот в данном бою я приехал, чтобы раздать барабан. Вижу, что никого нету. И, соответственно, из-за этого я поехал вперед и начал перестреливаться с другими танками. То есть, те ситуации, когда вы реально можете где-то агрессировать, где-то кого-то убить, они очень редки. Вот, например, вот сейчас та ситуация на линии Мэнергейма была, когда вы реально можете это сделать. Но они, ну, реально редкие такие ситуации. Последний бой. Играем карта Ласфеля. Стандартный бой. Скорее всего, он будет долгий. Играем мы здесь в одноуровнем стапе против трех арт двух ЛТшек. У нас, кстати говоря, преимущество по ЛТшкам, потому что у нас ЕБР и Мантикор. Мантикор может дать пассивный засвет офигенный, ЕБР активный. У врагов есть универсальный светляк Т100ЛТ, который контрит ЕБР. Но на этой карте не факт, что он справится со своей задачей. Какая у нас роль в этом бою? Давайте ее так определим. То есть, учитывая стап вообще вражеской команды, мы должны понять, что две ЛТшки, они будут светить. Проджетка 65-ая, много ПТ, они будут ставить снайперить. Нам нужно дать отстрел, поскольку у нас есть ЕБР. То есть, мы сейчас должны выполнять функцию снайпера, который даст урон по прокату. После этого мы должны переместиться в город и ждать врагов, которые будут на нас рашить. То есть, если мы справимся с этой задачей, получится все очень даже клево. Если не справимся, то, возможно, будут проблемы. Главное сейчас дать качественный отстрел. Т100ЛТ у них по-любому с 13.5 не заедут в куст. А вот отстрел мы дать вполне себе нормальный сможем. 2.77. Не хочу я пока стрелять. 13.5 здесь. Я его могу продамажить. Ну, мог, но почему-то я его не дамажу. Я не понимаю, почему не светятся вражеские ПТ, честно говоря. Это удивительно для меня. Но они реально не светятся. Ооо, 13.5 сдох. Так, там Рога стоит. 13.5, я так понимаю, никто не убьет. Хотя, его могут блайндом набить. Т100ЛТ еще неизвестно где. У него какая-то жесткая нашивка. Походу, он клановый игрок. Ладно. Я успел дать только один выстрел. Не хотел. Я не отважился стрелять по 277. Потому что, если бы проехали какие-то другие танки, и я бы в них не пострелял, я бы себя корил за это. Поэтому я не стрелял, не отважился. Я думал, что ПТ поедут, но они не поехали. Едем дальше. Так, кто у нас здесь? 260, Рога. АМХ-50Б. Чифтейна здесь нет. Возможно, имеет смысл поехать по первой линии. Мне кажется, там будет много ПТ-САУ. Не факт, что, конечно, они там будут, но мне кажется так, что они реально там будут. Рога агрессивно выезжает. 277 минус ваншотный остался. Ему надо прятаться. Уграть очень аккуратно. Чифтейн вернулся на базу. Можно, возможно, имеет смысл через низ заехать. 87 тоже возвращается на базу. И у меня сейчас, я так думаю, есть возможность продамажить эту Рогу. Так, Рога на меня летит. С одной стороны, конечно, это здорово, с другой не очень. Удал два. Уйду сразу же на перезарядку. Ну как, будут просто дозаряжаться здесь. У нас, в принципе, все окей. Если я дозаряжу еще три шота, то я смогу в спину Рогу забрать. Если я забираю в спину Рогу, то... Так, теперь контролю АМХ-50Б. Дал ему шот под жопу. Заряжаем еще снаряды. Так, теперь нам нужно как-то обойти здесь 260-го. Так, чтобы я не сдох. Он пытается уехать. Мы ему, естественно, не позволим это делать. Выдаем шот. Выдаем еще один. И уходим дальше на перезарядку. Так. Чифтейна убили. 277, 268 варень 4 тоже получает по лицу. Агрессивно я здесь могу сыграть или нет? Ну, думаю, да, смогу. Заряжаем шот. На 260-го я хочу наплевать здесь. Надеюсь, что здесь он меня не зачекает. И хочется уже поагрессивнее чуть сыграть. Там СТРВ-шка, Бэшка. Опа, бубахну. Этого убили, этого убили. Заигнория, наверное, Бэшка. Хочется в кого-то еще пострелять. А здесь СТРВ-шка за спиной, понял. Опа, СТРВ за свете. Раз, даем. И второй шот даем. Сейчас надо посейвиться немного. Убегаем от Бэхи и она КД. Да, мне повезло, она КД. 3600 урона. Короче, бои вообще ни о чем. Вот серьезно, бои просто каловая масса. Вообще ни о чем. Хотя я старался здесь жестко играть. Я агрессивно играл. Я и стрелял везде. Но вот такие вот бои на Проджет-65. Тут, то есть, я вообще даже не виноват в этих боях. То есть, это все, что я могу сделать на этом танке. То есть, вот теперь текущий Проджета, он вот такой. То есть, мой средний урон 4000 на этом танке. Можем, конечно, еще один бой попробовать сыграть. Если я найду. Но, я думаю, в этом не имеет смысла. Суть все равно, так или иначе, на Проджета понятно. В перестрелках лицом к лицу вы не особо такие сильны. Потому что будете долго перезаряжать барабан. Кемперить вы, в принципе, сможете. Если у вас есть такая возможность. Но, вот Проджета вот такой, вот как он есть. И ничего ты с этим сделать уже не можешь. Играйте аккуратно. Сначала снайперите. После этого сближаетесь на дистанцию. Благодаря турбонагнетателю сможете настреливать реально большое количество урона. С вами был Ниарью. Не забывайте подписываться на канал. Также прожимать свои сочные, жирные лайки. И до новых встреч. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok